Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 12 стиха. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Мы продолжаем праздновать Пасху, день воскресения Иисуса Христа. Благодарность всем, кто готовится, создаёт такое праздничное настроение, гимны, хвалы, стихотворения. Всё это придаёт нам радости. Апостол Павел пишет о воскресении мертвых, о воскресении Иисуса Христа, очень важной истины. И мы вернёмся к этому тексту. Каждый человек, который начинает читать Евангелие, если даже в первый раз, то сразу он заметит несколько групп людей, о которых часто будет идти речь, и которые играют большую роль во времена Христа и апостолов. Это фарисеи и саддукеи. Уже в третьей главе первого Евангелия мы читаем о них. Это Евангелие Матфея, 3 глава, 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Читатель, который читает Евангелие, он будет всегда их встречать, потому что в Евангелиях эти люди очень часто фигурируют. Сейчас мы попробуем немного узнать, кто это такие. Вначале я хотел бы, братья, покажите, пожалуйста, одну фотографию, и хотел спросить у молодежи, молодежь, знатоки Писания, что это такое изображено, кто знает? Кромче. Как вы думаете, что изображено на фотографии? Это из Библии. Братья и сестры, подскажите, кто? Да, правильно. Это Синедрион. Синедрион – это высший правительственный и судебный орган у иудеев, образовавшийся в послепленный период. Еще персы предоставили евреям право самостоятельно осуществлять судебную власть. Въездры 7.25. Это право сохранялось за ними вплоть до 30-х годов нашей эры, до времен Христа. Но потом смертный приговор, вынесенный Синедрионом, мог осуществиться только по утверждению его римским наместником. Иван Глеотеана 18.31. Хотя на практике существовали случаи, когда иудеи самостоятельно предавали смерти человека, как в случае со Стефаном, если вы помните. Синедрион был по своей сути религиозным органом, так как иудейское общество жило в подчинении закону, данного Богом через Моисея. В состав Синедриона входил 71 человек. Председательствовал на нем избранный на год первосвященник. Синедрион делился на две группы, или две партии, саддукеи и фарисеи. Саддукеи были весьма политизированы, были подвержены влиянию греческой культуры, а также более либеральными. Они представляли интересы аристократии. Члены первосвященнических семей, а также священники, входили в группу саддукеев. Таким образом, представляли в Синедрионе интересы первосвященника. Саддукеи придерживались только Пятикнижия Моисея. Они не принимали устных преданий отцов, они не сильно верили и ценили книги пророков, они не верили в воскресение мертвых, в жизнь после смерти, а также они отрицали существование ангелов и духов. Хотя это очень странно. Даже признавая Пятикнижия Моисея, как можно отвергнуть Херувима в Эдемском саду, который охранял с вращающимся мечом, как могли отвергнуть ангелов, которые приходили к Аврааму, сон Иаков, помните, лестницу и ангелов, входивших. Немножечко нестыковка. Они добавляли свое понимание в толкование Пятикнижия. Фарисеи состояли из книжников и раввинов. Они были представлены большинством в Синедрионе, но они были расколоты на два лагеря, каждый из которых принадлежал к разным учителям. Слово «фарисей» означает «обособленные». Они тщательно старались исполнять закон и удаляться от всего, что, по их мнению, могло сделать их нечистыми. Они принимали весь Ветхий Завет. Тогда еще не было Ветхого Завета, который мы имеем сейчас. Это были разные книги. Это было Пятикнижие, это были пророческие книги, это был Псалтырь. Фарисеи признавали все эти книги. Они верили в воскресение мертвых, в жизнь после смерти и в духовный мир. Фарисеи придумали множество дополнительных законов сверх тех, которые дал Бог. Они больше отталкивали людей от Бога, чем вели к Нему. Помните, Христос говорил о них, что они взваливают на людей бремена неудобоносимые. Они придумали настолько много правил, настолько много дополнений к закону, которые препятствовали людям просто жить в чистоте, просто верить так, как Господь им это повелел. Фарисеи и Саддукеи были всегда настроены друг против друга, имели противостояние. Но, как ни странно, во времена... Можно убрать картинку, братья, спасибо. Как ни странно, во времена Иисуса Христа они объединились одной идеей против Иисуса. Для одних он представлял угрозу, как лидер, за которым идет народ. А для других он представлял угрозу, как духовный наставник, как духовный учитель. Мало того, он еще и называл себя Мессией, которого они ждали, но они не верили словам Христа. Они не поверили тому, что он говорил, о том, что Бог его послал. В итоге они добились своего. Так как он им мешал, они добились его распятия и распили его. На этом они не остановились. Потом они объединились против апостолов и затем против всех христиан. Если до этого у них были противниками римляне, то теперь у них появились последователи Христа, которые им не давали покоя. Возвращаясь к личности апостола Павла, который был раньше фарисеем, но уверовал в Иисуса, дерзновенно он проповедует Евангелие, проповедует Христа везде, где ему приходится быть. Он пошел к язычникам, как ему сказал Христос, проповедует Евангелие, проповедует воскресшего Христа, распятого Христа, он образовывает новые церкви. Уже 10 лет апостол Павел не был в Иерусалиме. Это книга «Деяния апостолов». И вот написано, он положил в духе посетить Иерусалим и затем идти в Рим. Павел приходит к апостолам, к церкви в Иерусалиме. Он встречается с братьями, рассказывает о пробуждении язычников, что сотворил Бог среди народов языческих, насколько много уверовавших, они радуются этому, они общаются. Потом они говорят Павлу, что в Иерусалиме уверовало несколько тысяч иудеев. Но они также еще тщательно исполняют закон. И когда они увидят Павла, что он пришел в Иерусалим, а они видели его среди язычников, они могут, то тогда может возникнуть конфликт. Поэтому ему предложили по иудейским законам очиститься и принести жертву. Когда прошли дни очищения, написано, Павел вошел в храм. Но иудеи, которые пришли из Асии, которые видели Павла среди язычников, подняли панику. Они начали говорить, что Павел учит всех иному учению, и воздвигли гонения на Павла. Они выволокли его из храма и хотели его убить. Весть дошла до тысяченачальника, он с воинами пришел, выхватил Павла из рук иудеев, сковал его и повел его в крепость. По дороге в крепость, написано, по лестнице, когда они поднимались, Павел попросил сказать обратиться к иудеям. Ему было позволено. Он на еврейском языке обратился к толпе, она умолкла. Он начал им рассказывать о его призвании, о том, как Господь его встретил на дороге, о том, как Христос его призвал. Все это они слушали, но как только он сказал, что ему поручено было идти к язычникам, снова поднялась паника. Снова начался раздор. Тысяченачальник вел Павла в крепость под арест. На следующий день, желая разобраться во всем, он, тысяченачальник, созывает всех первосвященников и весь Синедрион, о ком мы говорили перед этим. И приводит туда Павла, чтобы разобраться. Мы читаем теперь из книги «Деяния святых апостолов», 23 глава, с первого стиха. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам». Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Так как Павел не был уже в Иерусалиме 10 лет, первосвященник уже сменился. Павел действительно не знал, кто на тот год первосвященник, и он назвал его, как знаете, когда дом уже выглядит плохо, и думает, ну как же реставрацию сделать, немножко его подбелят, поэтому он назвал его таким выражением. Шестой стих. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и встав книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Здесь мы наблюдаем интересную картину. Павел, понимая, что ему после того, как первосвященник поручил бить его, он понимает, что ему не придется рассчитывать на справедливость и понимание, использует очень знакомую ему точку раздора. Он сам был ревностным фарисеем раньше, поэтому был знаком с учением двух партий. Он обращается к фарисеям, как к братьям из одного народа, и говорит, что его пытаются судить за учение о воскресении мертвых. Он попал в самую больную точку. Саддукеи и фарисеи, которые так тщательно боролись с христианами, теперь сами столкнулись в своих разногласиях. Заметьте, что фарисеев это так задело, что они согласны считать Павла своим и отстаивать свое учение о воскресении мертвых. Слушайте, это же наш человек, если он получил откровение, не будем ему препятствовать. Так началось еще более сильное противостояние. Тогда Павла забрали под римскую стражу. Здесь начинается его путь к Риму. Здесь он уже всегда будет находиться под опекой римских воинов из одного города в другой, перед одним судом, перед другим, и везде он будет говорить о воскресении. Он будет везде проповедовать Иисуса Христа. Это был план Божий. Обращая внимание на слова Павла о воскресении мертвых, следует понимать, что он имел в виду. Ведь Павел не намеревался снова замаскироваться под фарисея, чтобы избежать суда. Он не хотел снова быть таким, как прежде, и показаться таким же. Во всех своих проповедях он говорил о воскресшем Христе. Это было его жизнью возвещать людям весть о спасении. Раньше он также понимал, как они. Но когда Христос его встретил, он понял самую важную истину о воскресении мертвых. И мы снова обратимся к тексту, который читали вначале. Прочитаем его немножко расширенно. Это 1 Коринфяна 15 глава с 12 стиха. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христом, потом Христовы в пришествии Его. Логическая цепочка вопросов, которая должна привести читателя к рассуждению. Павел показывает всю взаимосвязь между воскресением Христа и воскресением мертвых. Если вы не верите, что мертвые воскреснут, то доказательством является воскресение Иисуса Христа. Если вы отвергаете воскресение Иисуса Христа, а соответственно, что Он Сын Божий, что Он посланный Богом, то вообще напрасно тогда верить. В чем смысл веры? Прожить религиозную жизнь, вынуждая себя следовать каким-то правилам, ограничивать себя в чем-то, ради чего? Если нам нужен Христос, Мессия, только для того, чтобы жить хорошо на земле, то написано, вы несчастнее всех человеков. Ведь в Иисусе вечная жизнь, а не временная. Апостол Павел пишет это к римлянам. Даже в церкви уже у римлян появились те люди, которые отвергали воскресение. И он напоминает им. Он показывает им воскресшего Иисуса Христа. Вся его жизнь это было столкновение между людьми, которые и саддукеи, и фарисеи, и люди, которые отвергали, не верили в доказательства, приводя факты, что Иисус Христос воскрес, что жизнь мы имеем через воскресение Иисуса Христа. А что Иисус говорил о фарисеях и саддукеях? Матфея 16, глава 6 стих. Иисус сказал им, ученикам, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». 11 стих. «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Помните, в прошлое воскресенье мы слышали о старой закваске. Достаточно немножко закваски положить, и она поднимет все тесто. В учении фарисеев и саддукеев не было Христа, а значит и не было истины. Братья и сестры, мы в своей жизни знаем многих людей, которые отвергают Бога, отвергают веру, но встречаем также тех, которые могут поддерживать нас, с которыми могут сходиться много моральных интересов. Даже порой наши неверующие родственники, они так хорошо к нам относятся, могут прийти на праздники, на богослужения, они хорошо с нами общаются, они поддерживают все наши ценности, но самое важное, они отвергают Иисуса Христа. Так они погибнут в своем неверии. Апостол Павел проповедовал Иисуса Христа распятого и воскресшего. Вот почему это настолько важно нам отмечать воскресение Иисуса Христа и проповедовать о воскресении, потому что через Него и нам есть надежда на вечную жизнь с Богом. Я хочу закончить проповедью также словами апостола Павла 2 Коринфянам 5.15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Аминь. Помолимся. Аминь.